Добро пожаловать в СКА. Долго ли думал над переходом и какие впечатления? Спасибо большое. Долго не думал, потому что такая возможность предоставляется один раз в жизни. Попасть только в организацию и с радостью оказался здесь. Уже совсем скоро познакомишься с Ледовым дворцом в качестве хозяйства команды. Как тебе игралось в Ледовом в качестве гостя? Атмосфера очень хорошая, потому что видно, что болельщики поддерживают родную команду, было очень приятно играть. Как провело лето? Лето провело хорошо, был с семьей, съездил, отдохнул. В основном с семьей был. В какой форме сейчас и тренировался ли Ледовым? Да, конечно, Ледовым поддерживал, тренировался. Сейчас, я думаю, что в хорошей форме тоже. Успел уже посмотреть хоккейный город? Да, конечно. В общем, все на высшем уровне. Классно находиться здесь. А Петербург? По городу погулял? Да, вчера был. Вчера проехался я на катере по Неве. Очень красивый город. А с кем знаком из команды? Ну, знаком я близко почти ни с кем, только с Оскаром Фонтенберг. Мы играли вместе в Америке, получается. А так, знаю, пересекались с ребятами на льду, играли против друг друга. Слышал ли про наши нагрузки во время сборов? И как думаешь, это будет сильно отличаться от твоей прошлой команды? Не, ну, профессионная подготовка – это всегда тяжело. Я слышал, да, конечно, будет нелегко. Но без этого никуда. Надо быть готовым к сезону. Вопрос, без которого, извини, но мы не можем. Вопрос про твой рост. Во всех своих командах ты был самым высоким. А как думаешь, будешь ли ты самым высоким в СКА? Посмотрим. Думаю, что да. По-твоему, никого нет выше тебя? Три слова ассоциации с Санкт-Петербургом. Красивый, старинный и прекрасный город. Не знаю, что сказать. Ожидание от предстоящего сезона и пару слов нашим болельщикам. Ну, от сезона, я думаю, что у такой команды, как СКА, всегда одна задача – это выиграть непосредственно. А болельщикам, хочу сказать, чтобы приходили, поддерживали любимую команду и верили в нас до конца. КОНЕЦ